17 апреля в Химическом институте имени Бутлерова КФУ прошла презентация проектов по грантам постановлений правительства Российской Федерации. Прежде чем прослушать доклады, ректор университета прошелся по лабораториям, где ведутся исследования. Он неоднократно отметил, что необходимо и после завершения гранта продолжать работу по этим проектам. Александр Ламберов был первым, кто доложил о результатах работы по постановлению правительства Российской Федерации номер 218. Именно под его руководством в КФУ создаются катализаторы для химического производства. Первые из его проектов в рамках этого постановления уже позволяют выпускать до 300 тонн катализаторов в год. Еще один проект по постановлению номер 218 касался разработки технологий силиконовых материалов. На данный момент в России мало тех, кто занимается этой темой. Отмечается тенденция положительного роста рынка силиконовых материалов, которая соответствует примерно 8% в год. Поэтому такие технологии получения материалов на территории Российской Федерации являются достаточно перспективными и немного обещающими. Главная цель получить материалы при использовании платиновых катализаторов на соми кремниевых примеров, отметил доктор наук Дмитрий Яхваров. Перспективные планы ученых предусматривают возможность ухода от платины как самой дорогой части катализатора для производства силиконовой резины. А Борис Соломонов представил результаты работ по гранту в рамках постановления номер 220. Они созданы для привлечения в Россию ведущих ученых мира и созданию высокотехнологичных лабораторий. Такую лабораторию, разрабатывающую методы сверхбыстросканирующей калориметрии, создаст немецкий ученый Кристоф Шик. Именно с этой целью он приедет в Казань. По сути, это будет первая в России подобная лаборатория. Планируется, что после завершения проекта в КФУ должна остаться группа ученых, способных развивать темы и внедрять их в практику российских предприятий. Выслушав доклады, ректор Казанского федерального отметил, что необходимо четко контролировать, что останется в университете после завершения проектов. Университета отдельно, никакого смысла нет. Мы должны работать по принципу взаимодополнения друг к другу. Университету необходимо использовать оборудование, навыки, сформированные в КФУ в процессе реализации гранта для дальнейшего развития. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Продолжение следует...